Были, конечно, сложности, ну и не без этого содержания в зимний период, да, то есть, ну, с этим сталкиваются все, наверное, города. Главное, наверное, важен тренд, в котором движется город, да, то есть, собственно, не без наших, в том числе, предложений, закоплено малые средства механизации, которые справляются. Ну, здесь тоже вопрос, наверное, к нам, как к горожанам, да, то есть, как мы готовы ли и не готовы содержать прилегающие территории, потому что во всем мире все-таки это практика, в том числе, разделения ответственности между муниципалитетами и, собственно, самими горожанами. У нас рвутся сети, то, что у нас, ну, не до конца хорошо убираются улицы, то, что у нас большой фонд аварийного жилья, это все прекрасно знают. И на сегодняшний день эти вопросы все остались, поэтому фракция на сегодняшнем отчете хочет обратиться в первую очередь к тем, кто может нам помочь в решении вот этих накопившихся проблем, а за счет одного городского бюджета нам их не решить. Те программы, которые есть, город в них активно участвует, объективно город с дорогами, с такими, ну, вот на моей памяти впервые, садиков очень много открывается, школ в новых районах, то есть динамик, это есть положительно, город развивается, город растет. Хотелось бы отметить, что если говорить, например, об институтах гражданского общества, например, ТОСы наши, это территориальное общественное самоуправление, несмотря ни на что, все-таки они реализовали достаточно много интересных проектов, в том числе грантовых проектов, и в том числе наши ТОСы были отмечены на федеральном уровне, работала Барнаульская народная дружина и много других институтов гражданского общества. Конечно, Вячеславу Генриховичу пришелся год очень тяжелый, непривычный, необычный, таких не было времен, никогда практически, вот в ближайшей истории. И я считаю, что многие решения мэрия принимала с запозданием. С учетом тяжелой ситуации, ковидной инфекции, эпидемиологической ситуации, хотелось бы, чтобы многие и приказы, и действия были гораздо раньше. Стройки, работа общественного транспорта, обслуживание коммунальной инфраструктуры, наведение порядка на улицах, ну и взаимодействие с горожанами. Вот, в принципе, я считаю, что по каждому из этих направлений есть определенные подвижки к лучшему. И вот одно из этих направлений, которое я непосредственно занят, да, и речь идет о парке Замрудный, конечно, я увидел со стороны администрации непосредственную помощь, участие, поддержку. Достаточно тяжелый год, год пандемии, у нас в городе ни одна социальная программа свернута не была. Мало того, они успешно реализуются, и примеров тому очень много. Что касается национального проекта «Демография», вот, наверное, это очень яркий пример в городе Барнауле, как он развивается, какие хорошие результаты мы имеем. Например, в 2020 году, за прошедший год, у нас открыто 4 детских сада, 5 готовятся к открытию, открыто 2 новые школы.